Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости в студии Виталий Волков. Главные темы выпуска. Ясногорск отметил 76-ю годовщину Великой Победы. Проходит десятилетие, меняется поколение, но память о Великой Победе остается в наших сердцах. Вы герои, подарившие нам свободу и независимость. Ясногорцы провели парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны. Выходило нам из Галтюша на Усёк и Белый Голдог. 9 мая в России отмечается один из главных праздников страны. День, когда закончилась самая жестокая и кровопролитная война. 76-ю годовщину Победы над фашистской Германией отмечали во всех уголках страны. Подробнее о том, как прошел этот день в Десногорске, далее в сюжете. Начало праздничного мероприятия было положено на Кургане Славы. Здесь состоялся торжественный митинг, посвященный тем людям, чьи усилия и мужество привели нашу страну к победе. В начале мероприятия по площади у подножья Вечного Огня прошествовали ветераны Военно-морского флота и Вооруженных сил России. Главными гостями митинга стали ветераны Великой Отечественной войны Октябрина Каноненко и Александр Четверяков. Со словами благодарности героям войны обратился глава муниципального образования город Десногорск подполковник запаса Андрей Шубин. Вы остаетесь для нас поколением победителей, смелых и мужественных, горячо любивших свое Отечество. Проходит десятилетие, меняется поколение, но память о Великой Победе остается в наших сердцах. Вы – герои, подарившие нам свободу и независимость. Сегодня наш священный долг – помнить об этом. Теплые слова в адрес ветеранов города также прозвучали и от депутата Смоленской областной думы директора акционерного общества «Атомтранс» Михаила Лосенко. От имени Смоленской областной думы, от себя лично, я сердечно поздравляю вас с великим, светлым, святым праздником День Победы. Мы склоняем сегодня головы перед павшим в этой страшной, несправедливой войне. Низкий поклон ветеранов. Именно вы ковали нашу победу. К участникам митинга обратился директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский. Он призвал помнить о тяжелых годах войны и о подвиге, который совершил наш народ как на поле боя, так и в тылу. К сожалению, мало ветеранов остаётся этих живых страниц истории, но у нас есть память. И благодаря этой памяти мы будем помнить и чтить подвиг тех, кто дал возможность нам жить под мирным делом. После минуты молчания первые лица города и жители Десногорска поднялись на вершину кургана. Там, в память о павших войнах, они возложили цветы и венки к вечному огню. Также на кургане славы финишировал веломарафон «Вязьма-Десногорск». Участники заезда пробыли в дороге четыре дня. По пути они останавливались в местах боевой славы и возлагали к местам памяти цветы. Мы этот велопробег посвящаем памяти воинов, освободителей, которые дали нам шанс жить в этой стране, в этой... в мире, жить в мире, на земле. По окончании торжественного митинга праздничные мероприятия продолжались по всему городу. На концертной площадке кургана славы выступили профессиональный певческий коллектив арт-группы «Смоленские мужики» и ансамбль «Алатырь». Чем подарочки носить, лучше варенки пошить, варенки, да варенки, да варенки, да варенки, да варенки, да варенки... Масштабная интерактивная зона под названием «Перрон Победы» была организована у реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Кроме выступления творческих коллективов профсоюзной организации «Смоленской АЭС», праздничная программа включала ряд патриотических мероприятий. Здесь также был организован музей под открытым небом, тематическая фотозона и конкурс рисунков на асфальте. А когда стемнело, жители и гости города приняли участие во флэш-мобе «Фонарики Победы», который прошел на площади у центральной эстрады. В честь героев Великой Отечественной войны все присутствующие зажгли фонарики и экраны своих мобильных телефонов, воссоздав этим подобие звездного неба. А кульминацией праздника Великой Победы стал грандиозный салют. Главными героями 9 мая остаются ветераны. Люди, видевшие войну своими глазами и принимавшие непосредственное участие в завоевании Победы. Поздравления с наступающим праздником ветераны нашего города принимали накануне Великой Даты 7 мая. В Десногорске их осталось всего четверо. Это Октябрина, Каноненко, Александр Четверяков, Василий Куликов и Вера Соловьева. У каждого из них своя судьба и общая победа. Выразить благодарность за их самоотверженность и стойкость в непростые военные годы собрались представители администрации и молодежного совета, участники волонтерского движения и сотрудники Центра культуры и молодежной политики. Персональный праздник устроили во дворе каждого ветерана. Наши ветераны, они достаточно почтенного возраста, поэтому мы решили каждого поздравить именно своим парадом Победы. Под руководством председателя Десногорского совета ветеранов Игоря Журавлёва с троевым шагом под окнами героев войны промаршировали ученики третьей школы и юнормейца. Из своих квартир ветераны также слушали выступления фронтовой бригады. Для них была исполнена песня «Катюша», ставшая по-настоящему народной в годы войны. А после парада настало время для личных слов благодарности. Спасибо за то, что вы своим бесстрашием защитили нашу Родину и дали нам возможность жить под чистым и мирным небом. Волонтеры муниципального штаба передали фронтовикам открытки и письма Победы. В них – обращение к ветеранам от детей, слова благодарности от подрастающего поколения. Шестилетний Кирилл сделал открытку своими руками и сам же вручил её герою войны. Александр Алексеевич, мы пришли поздравить вас, Кирилл, королёв. С Днём Победы! С Днём Победы, да, для вас изготовили открытку. Спасибо за Победу! Специально к 9 мая были изготовлены и сладкие подарки. Акция «Пирог ветерану» возродила историю 1945 года, когда кондитерская фабрика «Большевик» выпустила серию праздничных тортов, адресованных победителем. К встрече гостей герои войны готовятся особо. Снова на их плечах оказывается парадный пиджак с боевыми наградами и орденами. Внимание горожан, соседей, друзей, родственников – пожалуй, главный подарок, который действительно радует ветеранов. Огромное вам благодарность за то, что вы нас не забываете, что всегда посещаете. Дай Бог вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия всегда во всём успеха. И всех-всех вам Божьих благословений. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. А теперь коротко о погоде. 13 мая в Десногорске будет облачно, ожидается дождь с грозой. Температура днём плюс 14, ночью плюс 7. На сегодня выпуск завершён. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова